Продолжение следует... Продолжение следует... Что-то будет связано с логами. Конечно же, было бы идеально открывать заявки с нашей стороны, или по телефону можно будет созвониться и посмотреть по вашим вопросам. Будем начинать. Первая наша презентация будет на тему установки 3CX сервера. Мы поговорим про операционную систему и куда ставится 3CX. И рассмотрим все нюансы касаемо установки. В нашем случае 3CX система это программное обеспечение. Вы можете установить систему на Linux. На текущий момент у нас поддерживается Debian 9 версии стандартной, стабильной версии 3CX. С версией 18 будет доступна Debian 10. Пока что стабильный релиз. Это Debian 9 версии с 3CX версией 16, апдейтом 8. Вы можете установить систему с 3CX образа, который будет доступен на сайте, где вы можете скачать образ. И когда вы начнете устанавливать образ системы операционной, будут запущены скрипты, которые в принципе уже входят в этот образ. И мастер установки поможет вам установить. Также система будет доступна для установки на Raspberry Pi. Имейте в виду, что здесь, конечно же, будет ограничение количества одновременных звонков и пользователей, сколько вы можете добавить на АТС. Как мы видим в презентации, пишется, что 24 одновременных звонка и 30 добавочных номеров. Также систему можно будет установить на Windows PC. Это может быть версия 10 Pro или Enterprise 64 бита. Или если это серверная Microsoft версия, сервер 2016 и выше. Говоря про Windows систему, изначально система была выпущена только под Windows OS. И уже в течение 5 лет, как начало идти разработка с Linux тоже. Windows система была основная. И перед тем, как начать установку, имейте в виду, что система должна быть выделенной. Полностью ее нужно будет обновить, включая .NET обновление. Установить поддерживаемый браузер, который вы будете входить в консоль управления и в котором будет запущен мастер установки. Поддерживаемый браузер это Chrome Edge и Firefox. Как я уже сказал, без сторонних приложений система должна быть выделена для АТС. Так как будут использоваться внутренние порты, когда вы установите систему. И чтобы эти порты не были заняты другими приложениями, в общем, система должна быть выделена. Говоря про антивирус, если вы установили антивирус на сервер, где будет установлено само приложение, вы должны убедиться, что оно никак не будет влиять на 3CX-систему и проверку ваших всех пакетов сетевых в реальном времени, чтобы не снижало никак работу АТС с получениями пакетов и так далее. Исключайте весь трафик 3CX и в том числе проверку 3CX-папа. В принципе, для Linux то же самое. Система должна быть выделена. Перед тем, как начать установку, убедитесь, что система полностью обновлена и сервер был перегружен. Перезапустить имею в виду. Система также, как на Bare Metal, на выделенный ПК, вы можете установить на виртуальную машину. Если же выбрали виртуализацию, имейте в виду, мы поддерживаем Microsoft Hyper-V версии 5. в 2012 R2 версии и выше. Если же у вас VM, тогда ESXi версии 6.5 и выше. Если же у вас Linux KVM, виртуализация 2.8 и выше. И XN-сервер версии 7 и выше. Пожалуйста, можете также их использовать. 3CX также можно будет развернуть в облаке. И это можно будет сделать очень легко, используя доступные шаблоны, которые будут в вашем кастумер-портале. Когда вы выберете ключ, вы можете в кастумер-портале выбрать, что развернуть систему в одном из хостинг-провайдеров. И в момент установки у вас будет получаться готовый шаблон, который был разработан 3CX вместе с одним из поддерживаемых серверов. Поддерживаемый сервер – это Amazon LightSail или AWS. Также поддерживается Google Cloud. Готовый шаблон. Microsoft Azure. И если же провайдер, который не указан в шаблоне, это не значит, что он не будет работать. Его можно также использовать через мастер установки, только нужно будет выбрать настройку OpenStack. И ваш провайдер должен будет поддерживать именно версию 2 или же выше OpenStack. Как мы уже сказали, вы можете всегда развернуть 3CX ISO на любое физическое устройство, которое поддерживает. Это может быть также гипервазер локальный или же хостинг-провайдер, который назван выше. Перед тем, как начать установку, в первую же очередь вы должны убедиться, что железо, которое будет использоваться, ресурсы самого сервера будут поддерживаться. И выделены именно для определенного количества пользователей добавочных номеров, которые вы добавите в систему. По ссылке вы можете перейти, посмотреть для каждого сервера, какие ресурсы необходимы. Обратите внимание здесь, что для Linux систем и Windows они отличаются, так как Debian ISO не использует графический интерфейс. Кстати, имейте в виду, его также не стоит устанавливать, так как мы не поддерживаем его. Система должна быть, в принципе, как он есть, готовый образ. Ресурсов на нее меньше, из-за этого они отличаются. В общем, здесь есть несколько категорий. Это категория Small, Medium, Large, Enterprise, Enterprise Plus. Получается, разница между ними – это сколько пользователей, сколько добавочных номеров вы создадите. В общем, Small – это до 10 добавочных номеров. Получается, у вас должен быть один выделенный Core и 1 ГБ памяти. Если же Medium, здесь будет 4 Core CPU для Linux и 6 для Windows. Ну и столько же, в принципе, оперативной памяти. До 250 добавочных номеров – это уже будет Large версия, 6 Core процессора, 8 оперативной памяти. Ну и выше уже идет Enterprise и Enterprise Plus. Убедитесь, что ваш жесткий диск также будет SSD. Примерно расчет указан по ссылке, где мы говорим, что запись разговора будет примерно 1 МБ на 1 минуту. Нужно будет это рассчитать. Также, если система будет находиться в подробном журналировании и примерно, если у вас будет в день 2500 звонков в системе, нужно будет иметь в виду, что необходим 1 ГБ памяти для логирования системы. В общем, если же у вас количество добавочных номеров, скажем, до 50 вы выбираете Medium, выше 50 вы выбираете Large. И если же все-таки вы будете добавлять, скажем, в ней будет больше звонков, больше транков в системе, здесь нужно будет также указывать более ресурсов, выделять, извиняюсь, более ресурсов выделять для оперативной памяти и, возможно, для процессора, чтобы система у вас справлялась. Перед тем, как начать, конечно же, необходимы базовые знания сетей. Если же система будет установлена за NAT, вам необходимо убедиться, что адресация сети будет по стандартам RFC 19.18. Если же этого не будет сделано, многие настольные телефоны, которые вы попытаетесь зарегистрировать в системе, как локальные, не смогут зарегистрироваться, не смогут автонастроиться. И из-за этого убедитесь, что RFC стандарт предусмотрен, когда вы настраиваете систему. Простота установки в приоритете. Одна сетевая карта, один IP-адрес на сетевую карту. Неиспользуемые сетевые адаптеры должны отключаться. Если же у вас несколько сетевых адаптеров, скажем, один для только настольных телефонов, другой для провайдера, ввод провайдера, третья, скажем, сетевая карта у вас для только выхода в интернет, также поддерживается, да, только на каждую сетевую карту вы, конечно же, должны не указывать шлюз по умолчанию, да. Получается, у вас шлюз по умолчанию должен быть всего лишь один, и он должен быть установлен на той карте, которая будет смотреть у вас в интернет. И весь раутинг должен быть прописан уже в самой операционной системе. Также проводное сетевое подключение здесь необходимо, да, так как речь идет о получении пакетов и отправки в реальном времени, чтобы не было задержек, да, использовать проводное подключение. Конечно же, необходимы знания также вашего фаервола, чтобы настроить трафик весь, пробросить порты, и необходим доступ в интернет для активации системы, да. Без доступа в интернет систему активировать будет нельзя. Имейте в виду, что система периодически будет проверять свой ключ в рандомном порядке, в случайном прятке, да, и доступ в интернет необходим все время. Получается, система должна иметь возможность обратиться к своему активационному серверу, и, следовательно, никак не должна блокировать трафик, да. Ваша операционная система или ваш фаервол никак не должен блокировать этот трафик. Также система должна иметь доступ к обновлениям. Все обновления будут доступны вот по вот этой ссылке, Downloads Global. Также может быть без Global ссылка, Downloads просто .3cx.com. И, конечно же, доступ к веб-митингам, серверам. Подробнее доступно, кстати, по ссылке внизу. Веб-митинг вкратце, это, в принципе, то, что мы делаем сейчас. У нас веб-митинг-сервера находятся не локально, они у нас находятся в облаке. И далее, когда вы устанавливаете 3cx-систему, каждая система будет иметь возможность, в общем, подключаться к веб-митинг-серверам по своей лицензии. И чтобы это все работало, у вас должен быть проброшен исходящий трафик веб-митинг-сервера, чтобы вы могли создавать эти веб-митинги с вашей системой. И получать информацию также на HTTPS-порт, который в вашем случае будет использоваться. Если у вашей сети есть HTTPS-прокси или же HTTPS-SSL Deep Packet Inspection, вы должны будете настроить так, чтобы это никак не влияло на 3cx-систему. Так как если трафик, который будет отправляться вашим сервером, будет как-то изменен пакет, система просто-напросто не активируется на стороне нашей ERP-системы, активационного сервера. Говоря про лицензию, в 3cx-системе есть три вида лицензии. Это стандартная лицензия, Pro Enterprise. Лицензия в нашем случае будет, кстати, помимо функциональности, в нашем случае лицензия будет по количеству одновременных звонков, получается. Количество пользователей вы можете добавить неограниченное, в зависимости от номерного плана, который вы выберете. Но здесь нужно будет иметь в виду, касаемо функции, которые будут доступны для каждого вида лицензии. Стандартная лицензия будет иметь самые стандартные моменты, функционал, скажем, группы дозвонов, IVR самый простой. Вы будете иметь FQD на 3cx, бесплатно, кстати, и SMTP сервера 3cx. Далее версия Pro даст вам возможность использовать отчеты, записи разговоров, использовать функционал очередей, подключение между собой нескольких систем через функцию мостов, использование CRM-системы с АТС и также гостиничный модуль. Говоря про Enterprise, в принципе, это такая же самая, как и версия Pro, только здесь у вас будут более расширенные возможности касаемо очередей, если я не ошибаюсь, 3 отдельных стратегии. Далее более детальная персонализация логотипов на уровне каждого пользователя, если в вашем случае будет использоваться настольный телефон через консоль управления, скажем, вы можете персонализировать ваш логотип прямо через консоль. Enterprise лицензия предназначена для отказоустойчивости файловер и, говоря про FQD на 3cx, отказоустойчивость будет доступна через 5 минут, time to leave, получается, если адрес изменится в АТС, обновится запись А вашей DNS записи, и это произойдет в течение 5 минут. Кстати, имейте в виду, что вы также можете использовать профессиональную версию для отказоустойчивости, только в этом случае вам необходимо использовать уже свой собственный FQD, так как time to leave с FQD от 3cx будет, если я не ошибаюсь, 5 часов. Детально рассмотреть разницу между версиями и другим функционалом вы можете по ссылочке. Так, перед тем, как начать установку, вы должны получить лицензионный ключ, его можно будет получить прямо, когда вы начнете мастер установки, перейти по ссылке и далее ввести в мастер установки. Кстати, имейте в виду, что здесь в мастер установки вы также можете восстановить систему или установить файл автоматической установки, получается, файл, который будет описывать всю вашу установку, также его можно будет загрузить. Будем рассматривать в первой презентации самую стандартную установку. Говоря про FQDN, получается, так как лицензия будет привязана к FQDN в нашем случае, FQDN 3cx выдает бесплатно. Получается, вы можете выбрать FQDN в момент установки и к этому FQDN, который вы выберете, если он доступный, будет выдан SSL сертификат от Let's Encrypt. Он будет сгенерирован в реальном времени нашей системы и далее каждые 3 месяца этот SSL сертификат будет обновляться. Если в вашем случае будет использоваться свой собственный FQDN, значит, нужно вам также подписать на этот SSL сертификат ваш собственный, ваш также SSL сертификат. SSL сертификаты будут, конечно же, подписываться к FQDN, но не к адресам, следовательно, это должны делать доверяемые центры, которые подписывают сертификаты для FQDN. Почему не используется самоподписной сертификат? Конечно же, в планах сокращения администрационных задач, в общем, все, чтобы далее вы не настраивали вручную все настольные телефоны, которые вы захотите настраивать, чтобы телефоны доверялись сертификатам и вы смогли их настроить автоматически. Также в браузер, если будете заходить в консоль управления ATS, с внешних сетей, через ваши FQDN, конечно же, все это соединение будет идти по HTTPS запросу. И если же сертификат будет самоподписной, конечно же, браузер всегда будет вам сообщать об опасности, и нужно будет каждый раз это проверять вам вручную, на какой сайт вы заходите, чтобы убедиться, что не происходит какая-то атака, и вы просто-напросто не заходите на тот сайт. Используйте сертификаты, которые будут подписаны для FQDN от 3CX, или же подписывайте ваш FQDN доверимыми центрами сертификатов, которые выдают сертификаты. Подробнее также можно будет ознакомиться вот по ссылочке ниже. 3CX FQDN будет также поддерживаться динамический IP-адрес. Вы это можете выбрать в настройках, если ваш адрес будет статический, внешний или динамический. Если же динамический, система будет периодически отправлять запросы на стан сервера, чтобы уточнять IP-адрес. Если же IP-адрес был изменен, он обновит DNS-запись вашей лицензии. Здесь, конечно же, нужно будет учитывать момент, то, что мы говорили про лицензию. Если же эта лицензия профессиональная, это может занять 5-6 часов. Если же это версия Enterprise, это занимает всего лишь 5 минут. Если же у вас сертификат и FQDN свой собственный, здесь необходимо иметь возможность и доступ к вашим DNS-серверам и делать эти все настройки, обновлять IP-адреса и так далее. 3CX выдает бесплатные сертификаты, бесплатные FQDN-ы и поддерживает динамические IP-адреса. Почему бы использовать именно этот FQDN? Домен выбирается в момент установки. В мастере установки у вас будет возможность, если вы выберете, что будете использовать FQDN-а 3CX, вы выбираете его имя, выбираете доменную группу и сам домен. Кстати, имейте в виду, что суффикс, который вы укажете и хостнейм, его другой пользователь использовать не сможет. Получается, скажем, вы выбрали дему my3CX.ru, как только выбралось это название, если оно свободное, все другие доменные группы, ваши поддомены, будут зарезервированы для вашего хоста. Получается, если далее вы захотите отвязаться от этого хостнейма и получить другой FQDN, также это можете сделать. В момент установки у вас будет возможность определить порты, как HTTPS порт внешне, так и внутренний порт HTTP. Также можно будет указать порт самого стип сервера и порт туннеля. Имейте в виду, что эта возможность у вас будет только в первый момент установки. Если же вам далее нужно будет изменить этот порт, этого сделать будет нельзя и вам придется переустановить систему. Так вот, выбирайте порты на момент установки. Убедитесь, что, конечно же, эти порты никак не используются на сервере другими сервисами. Далее в мастере установки, если же ATS у вас будет установлена за NAT, у вас будет возможность выбрать установленный ATS в локальной сети. И если же это локальная сеть, за NAT у вас появится меню, которое выпадает. И вы можете выбрать сетевой адаптер, куда установлена сама ATS, куда будет установлена она. Получается, если у вас их несколько, этих сетевых адаптеров, вы должны выбрать именно тот, в котором будут находиться ваши настольные телефоны, чтобы они могли автоматически настраиваться у вас. Сама ссылка на локальный IP-адрес была именно той сетевой карты, где будут находиться ваши настольные телефоны. Если же у вас есть внутренний DNS-сервер, тогда вы должны будете указать, что у вас есть локальный FQDN. Получается, во внутренней сети у вас телефоны, скажем, будут иметь ссылку уже внутреннего DNS-сервера, а не IP-адреса. Получается, если есть локальный DNS, выбирайте настройку с FQDN локально. Если же нет, пожалуйста, выбирайте любой интерфейс ваш и используйте локальный адрес. Кстати, имейте в виду, что если у вас внутренний DNS-сервер, FQDN, который вы указали здесь, он должен перенаправлять запросы на именно IP-адрес вашего, ваша АТС. Следовательно, эти IP-адреса вы должны будете прописать в вашем DNS-сервере и указать ее, создать А-запись. В каких случаях используется локальный DNS-сервер, если мы говорим про АТС-3С. Сплит DNS, да, локальный DNS будет использоваться, если у вас будет отказоустойчивость и в одной и той же локальной сети, да, за одним и тем же внешним IP-адресом у вас будут находиться две АТС-системы. В нашем случае отказоустойчивость будет работать следующим образом, вы установите два сервера, скажем, сервер А и Б, они будут иметь, каждый будет иметь свой локальный адрес, да, и АТС, которая будет у вас пассивная, получается, она будет слушать на определенные сервисы, главное АТС. И как только один из этих сервисов, кстати, это настраивается, да, один из этих сервисов или же несколько сервисов вышли из строя и не отвечают после определенного количества секунд, сервисы АТС, которая слушает, да, которая находится в режиме отказоустойчивости, да, будет включаться, да, и получается все телефоны будут уже перерегистрироваться. Конечно же, чтобы это происходило, нужно использовать локальный DNS и телефон, чтобы имел ссылки через FQDN и уже регистрировался на правильный адрес. Конечно же, здесь нужно будет использовать скрипты разные, да, чтобы вы, скажем, установили первый сервис в вашем случае, основной ваш, да, далее обновили через скрипт запись DNS, чтобы весь трафик переходил уже на второй ваш сервер и так далее. В общем, в этот момент, ну, необходимо использовать локальный DNS. Если же, как мы сказали, у вас нет локального DNS сервера, пожалуйста, устанавливайте на IP-адрес. Длина добавочного номера, да, в момент, когда вы устанавливаете систему, у вас будет выбор указать, сколько цифр будет составлять ваш добавочный номер. Имейте в виду, что этот момент выбирается всего лишь один раз в момент установки, и если же вы выбрали, скажем, трехзначную, и компания у вас растет, и необходимо больше добавочных номеров, вам придется переустановить систему изначально и делать снова все конфигурации, да. Так что, чтобы этого не происходило, вы знаете, компания может расширяться, пожалуйста, выбирайте любую из доступных цифр. В принципе, это никак не влияет ни на лицензию, да, ни на ресурсы, которые будут в вашем системе, да, вот. Выбирайте длину добавочную, ваших добавочных номеров, корректно. Также главный момент, момент, когда вы создаете длину добавочного номера, далее вы будете зарегистрировать устройство на эти добавочные номера, да, ваши телефоны настольные или, скажем, клиентов, вы должны убедиться, что внутренний D-ID номер никак не соответствует внешнему номеру, куда вы хотите звонить, да. Например, вы указали длину трехзначную, создали добавочный номер, допустим, с номером экстренной службы, допустим, 112, и в вашем случае, конечно же, если кто-нибудь захочет позвонить, допустим, по номеру экстренной службы, он это не сможет сделать, так как вызов будет идти на добавочный номер, да, что некорректно. Из-за этого убедитесь, что этот номер не привязан к локальному телефону и так далее. В момент мастера установки у вас, вы будете вводить адрес электронной почты администратора, который будет получать всю информацию по обновлениям, резервному копированию, всевозможным событиям системы, которые вы, кстати, также можете поднастроить, какие уведомления можете получать. И вся отправка этих сообщений, да, будет через SMTP-сервер, который вы указали. По умолчанию будет включен 3-секс SMTP-сервер, да, вы можете это изменить и выбрать ваш свой собственный, конечно же, если это позволяет вам ваша лицензия. И, в принципе, далее ваш SMTP-сервер будет отправлять вам, скажем, тот же welcome email. Welcome email в вашем случае это приветственное письмо с автонастойкой конфигурации для каждого пользователя. Также вы можете отправлять голосовую почту, указывать телефайл туда, да, голосовой, который вам был отправлен, вы можете через SMTP-сервер отправлять факсы в PDF-формате, да, на пользователя. Ну и, конечно же, получать уведомления о пропущенных звонках, о звонках, если они поступали на ваш добавочный номер. В мастере установки вы выберете время и регион, где будет установлена система. В случае часового пояса, который вы выберете, и в случае, если у вас используется Linux операционная система, данный часовой пояс будет применен к вашей операционной системе, да, имейте это в виду. Если же в вашем случае Windows OS, тогда этого делать мастер автонастройки не будет, и вам придется делать это вручную. Также имейте в виду, этот часовой пояс и страна, которую вы указываете, будет по умолчанию применяться каждому пользователю, который вы будете создавать на АТС, да. И если есть необходимость у вас изменить, допустим, часовой пояс и язык добавочного номера, да, на вашем телефоне вы можете всегда, когда вы создаете добавочный номер в настройках телефона, да, изменить его часовой пояс, да, язык. К концу установки у вас будет возможность указать регистрационный ключ, информацию, да, вашего пользователя, указать почту, телефонный номер, выбрать страну, и в самом низу у вас будет возможность указать ID партнера, к которому должна быть привязана данная лицензия. Если же вы введете имя партнера, да, автоматически данный ключ будет привязан к вашему аккаунту, если же вы партнер 3CX, да, и у вас свои клиенты, да, и чтобы этот ключ вашего клиента был привязан к вашему аккаунту, вы вводите ID здесь. Если же нет, тогда это займет несколько дней, так как вручную наши коллеги сделают это для вас. В общем, если все было указано корректно, как только вы установили систему, она должна у вас активироваться, да, произвести запрос на активационный сервер и активироваться. Ну, в принципе, мы это сейчас попытаемся тоже сделать, установить систему на локальный компьютер. Так, я вижу, здесь есть несколько вопросов. Давайте мы ответим на них. Интересуют подробности, как настроить два интерфейса. Один смотрит в интернет, другой на SIP закрытой провайдерской связи. Смотрите, так как все запросы у вас будут идти, как я понимаю, через интернет карту, правильно, вы, в общем, ее выбираете как основную, и только эта карта должна иметь шлюз по умолчанию. Вторая ваша карта будет использовать только IP-адрес на ваш провайдер, да, она будет локальная адреса, как я понимаю, там. И далее все запросы именно с этой карты должны будут идти через раут, который вы укажете, создадите, и они должны выходить именно через ваш основной шлюз. Следовательно, вашу карту, которая смотрит в интернет, или же на порт, который вы укажете вашего провайдера. Потому что шлюз по умолчанию должен быть один у вас, да. Так, Гордей, там будет идти сигнализация и трафик, да. Ну, в принципе, да, если вы пробросите все корректно, у вас весь трафик с вашей сетевой карты будет идти через основной шлюз по умолчанию, и, в принципе, все, что получится, да, придет обратно, у вас также будет этот путь, чтобы ваш шлюз по умолчанию именно передавал через этот адаптер, да, конечно. Так, давайте мы придумаем к установке. Я, в принципе, уже скачал для Windows АТС установку, да, и давайте мы ее запустим. Кстати, ссылка будет доступна в Customer портале, или же, если кому необходимо, давайте прямо в чат сейчас вам скину, что вы можете скачать последнюю версию. В моем случае у меня установлен Windows 10 Enterprise Edition 64 бита, вот, и, в принципе, я начну установку. Нажимаем «Далее». Покажет путь, где будет находиться АТС, в принципе, здесь логи, все, что связано с системой. Нажимаем «Далее» и начнем установку. Гордей, я вот для вас нашел ссылочку, где вы можете, в принципе, она должна ответить на ваши вопросы. В вашем случае, получается, будет использован, ну, в принципе, как последняя схема, да, Multiple Internet Gateway used by ASP that offers web services. Вот, в принципе, что нужно будет делать вам. Так. Наш мастер установки, да, открылся пока что в терминале, да, и он нам предлагает установить систему через веб-браузер или же через командную строку, да. Если же у вас есть веб-браузер на вашем сервере, как и на моем, да, допустим, это локальная машина Windows, вы можете напрямую без веб-браузера использовать командную строку. Если же в браузер, выбираем один, и в моем случае автоматически будет открыта страничка для установки. Как мы уже говорили, система спрашивает ввести лицензионный ключ. Если же его нет, можете получить его по ссылочке. В моем случае я его получил. Давайте мы его вставим. Извиняюсь. Нажимаем далее. Нужно будет указать пароль администратора. Логин и пароль администратора, да. Далее система предлагает указать внешний IP-адрес, да, указать его, если это он корректный, да, если система корректно его определила или нет. Если же некорректно, его можно будет ввести вручную. Давайте я оставлю, что он правильно определенный в моем случае. Нажму далее. Далее система спрашивает, если в моем случае он статический, динамический, я также оставлю, что он динамический статистический. Так как в моем случае лицензия была не привязана к FKDN, да, мастер установки дает мне возможность выбрать любой FKDN, который я бы захотел. Если же в моем случае использовался уже бы какой-то FKDN, он бы был привязан, автоматически система бы его подтянула и указала бы за меня, да. Не было бы получаться у меня этого выбора. Давайте я оставлю, я выберу какой-нибудь домен, скажем, cyprus 3x.com.cy И давайте мы выберем webinar 1021 March. Порты выбираются в момент установки, как мы уже сказали. Далее эти порты нужно будет пробрасывать, да. Мы про это еще поговорим, нажимаем далее. Вот. Следующий момент у нас выбор сетевого интерфейса. Если же у нас есть локальный DNS, его нужно будет указать сейчас и ввести этот локальный DNS. Если же нет его, выбираем один из сетевых адаптеров, которые доступны. В моем случае, мы видим, у меня мой основной адаптер, который 20106. В принципе, я бы хотел, чтобы ссылка для локальных телефонов у меня была на этот адаптер. Нажимаем далее. Теперь мы видим, что в реальном времени создается запрос на активационный сервер 3CX. Далее активационный сервер в реальном времени будет генерировать FKDN и получать сертификат и приватный ключ на сервер от Let's Encrypt. Дмитрий, при добавлении второго сетевого интерфейса в 3CX, переустановка 3CX необходима. А в вашем случае, как вы будете использовать второй интерфейс? Он должен быть использован для вашего сервера или же просто он будет служить для какой-то другой задачи? Если же для телефонов. Если же для телефонов, да, тогда, да, тогда нужно будет переустановить и выбрать и выбрать момент установки, да. Да, так как именно для телефона выбирается интерфейс момент установки, да, чтобы именно сама ссылка у вас была на телефон, я сейчас ее покажу, как она будет выглядеть. Хотя, в принципе, у меня есть если не ошибаюсь. Северный, но он в облаке, в принципе, да. Идея та же самая. Он за НАТО находится. Смотрите, если у вас локальный IP-адрес, локальная сеть ссылочка, видите, будет этот тайминг, который вы выбрали в момент установки. Вот она у вас отображается. Конечно же, дальше вы можете выбрать другой интерфейс здесь, да, если он у вас появится. Но так, чтобы система их определила, да, вы должны это, вы должны будете его переустановить, сервер. так, далее, система у нас просит длину добавочного номера. Стандарт это три цифры, давайте я так и оставлю, как бы, это демо, да, если у вас, в принципе, компания растет, выбирайте четыре, потому что видите, что вы можете на четырехзначные цифры установить почти 10 тысяч пользователей, да, ну, конечно же, многие добавочные номера будут системные, да, такие, как группы вызовов, очереди, голосовые меню, да, это все будут у вас системные номера. Ну, сколько их там будет, не знаю, плюс-минус, да, у вас 9 тысяч пользователей может быть с четырехзначными цифрами. Нажимаем далее, указываем имейл администратора, далее, выбираем часовую зону, кстати, у меня Windows, она не применится никак для ОС, ну, зато будет по умолчанию для всех добавочных пользователей. Давайте я выберу страну, также, Cyprus, Далее, Далее вам нужно будет указать, какой по умолчанию будет номер добавочный нашего администратора, кстати, его можно будет потом изменить администратора системы на другой номер, по умолчанию оставим тысячу, пусть будет, давайте зададим админ, и необходимо будет ввести его электронный адрес. И, кстати, номер голосовой почты, да, также, если есть необходимость изменить, пожалуйста, потому что в некоторых странах, скажем, если у вас трехзначные цифры, этот номер будет также, может, как и экстренная служба. Следующее окно у вас в плане безопасности, по умолчанию будет установлена только та сторона, которую вы выбрали, она будет доверена в нашем случае, в моем случае это Cyprus, Кипр, да, если же необходимо добавлять другие страны, вы можете их выбрать. Подробнее касаемо безопасности, как работает в 3СЕК-системе, как обрабатываются звонки, и вообще, как будут применяться именно эти настройки, мы будем говорить в наших вебинарах, которые будут для безопасности, да, и по исходящим правилам, так что не будем забегать вперед, продолжу. Далее система у нас просит ввести язык для голосовых сообщений, вы можете выбрать любой, которые доступны, так как сейчас момент установки, давайте я ничего выбирать не буду, просто под после покажу, как можно будет скачать все промпты, которые у вас есть. Кстати, обратите внимание, на заднем плане, да, уже есть информация, которая введена была, так как я ее до этого зарегистрировал эту лицензию на один из прошлых вебинаров, ну, в принципе, она вот уже подтянула. Так, сертификат Денис, спасибо за вопрос, сертификат будет храниться в облаке или в локальном хранилище, обновляя его будет автомат, обновляя его будет автоматически 3CX, сертификат для веб-сайта. Как я понимаю, речь идет о сертификате вашего веб-сервера, да, в вашей страничке, куда вы заходите, правильно? FQDN. Да, смотрите, сертификат будет находиться у вас локально, так как в нем сам сертификат и ключ его приватный, да, он будет находиться на вашем локальном компьютере, да. просто я говорил, что в момент, когда он создается, да, он будет создаваться ERP-сервером 3CX, но он на серверах 3CX никак не хранится, а он создается в реальном времени через вот этот канал, который, который генерирует, в принципе, сам сертификат и FQDN, и он отправляется в реальном времени, создается файл на сервере 3CX и далее он уже сохраняется. Кстати, я вам покажу сейчас, где он находится, если вам необходимо его изменить потом, да, если, скажем, у вас используются свои сертификаты, да, то нужно будет сделать. В принципе, все, установка закончилась, мастер установки поздравляет нас и указывает, в общем, мой внешний IP-адрес, мой FQDN, ключ, который используется, логин и пароль. В моем случае, так как я установил локально, порты у меня здесь не проброшены в этой сети, в принципе, попасть на интерфейс я смогу только по локальному IP-адресу, да. Обратите внимание, когда был мастер установки, указывался порт 5015 V2, видите, мы про этот порт также поговорим, для чего он нужен и как он используется. Теперь, чтобы попасть в консоль управления, давайте я скопирую пароль, и я просто укажу localhost 5000, я могу указать локальный IP-адрес сервера, я могу указать FQDN, если у меня, скажем, он указан в loopback, да. Давайте я укажу просто localhost, нажму ok, мы видим, что я попадаю на консоль своей ETS. кстати, тоже поговорим разницу с localhost, разницу с IP-адресом, да, как она будет влиять для настроек и для локальной установки. Видим, что система успешно установилась, она уже активировалась у нас, потому что зеленый цвет здесь. В принципе, все готово для установки. мы сказали, что мы указали промт на английском языке, да, вы можете скачать системный промт на любом языке, который доступен в системе, где он находится, кстати, заходим в параметры, системные сообщения, и вот у нас наши обновления промтов, да, видите, вы можете скачать любой промт, который есть, давайте мы скачаем обновленный английский, конечно же, ну и, допустим, русский язык. Мы видим, что система уже скачала, теперь вы можете выбрать один из этих промтов, да, и установить его основным. Ну, в моем случае, давайте мы выберем русский, чтобы у нас был основной, и нажмем окей. На случай, если у вас, у вас есть необходимость изменить какой-то промт и указать ваш собственный, скажем, да, или как-то его изменить под вас, да, вы всегда можете это сделать, как это делать, вы выбираете промт, который у нас есть, да, вот все промты указаны здесь, вы можете найти промт, зная само описание, в принципе, ну, когда вы звоните, вы слышите, что вам говорится в промте, да, вы можете, зная это описание, допустим, произвести поиск, найдется корректный промт в вашем случае, далее вы можете его изменить прямо же через консоль, или же зайти на сам сервер и изменить все файлы ручную именно там, имейте ввиду, формат должен быть вот тот, что указывается здесь, кстати, да, и самое главное не сказал, говоря про промт, если будет в вашем случае ваш, да, подробная инструкция находится вот здесь, помощь наверху, как это делается, давайте я прямо его в чат скину, если кому интересно, просто почитать, разобраться, вкратце вы создаете управление набором сообщений, копируете оригинальный, потому что если система обновится, выйдет новый промт, он у вас просто-напросто перезапишет, который вы уже записали, да, чтобы этого не было, создаем ваш, указываете его, скажем, модифай, русский был в нашем случае, нажмем ок, видим, система создать, создаст еще один промт, он уже не системный, измененный в вашем случае, нажимаете ок, и уже вы используете ваш измененный промт-сет, да, далее промт-сеты, конечно же, будут изменяться на уровне добавочного номера, на уровне ваших, скажем, голосовых меню, чуть вперед забегаю, вкратце, как бы покажу, смотрите, вот у вас есть, скажем, вы создаете голосовое меню, и вы хотите, чтобы голосовое меню, помимо сообщения, которое вы записали, проигрывало файлы, скажем, системные, на том языке, вы можете выбрать разные языки, которые вы скачали и применялись, скажем, к каждому голосовому меню, индивидуальным они были, точно так же на уровне пользователя применялось для голосовой почты, да, вот мы видим, голосовая почта будет использовать, скажем, измененный промт русского языка, вы можете стандартный использовать, или же, например, английский язык. Про настройки телефонов, так как по умолчанию, видите, используется 3CX app, следовательно, настольных пока нет, но ссылочка, да, в принципе, вот интерфейс, все интерфейсы, которые у вас есть, это те сетевые карты, адаптеры, которые у меня, видим, есть FQDN адаптер, следовательно, все запросы будут идти через внешнюю ссылку, можете указать другой адаптер локального IP-адреса, ну и самое главное, когда вы создадите, скажем, добавите настольный телефон, e-link, ссылочка, которую вы укажете, да, будет та, которую вы выбрали в момент установки. И язык, еще раз, обратите внимание, у меня, видите, по умолчанию английский, так как именно его я выбирал, и голосовая почта, а часовой пояс, да, общий, получается, тот, что я выбрал в момент установки. Это плюс два был, если хотите, пожалуйста, выбирайте, какой необходим в вашем случае. Так как речь идет о настольных телефонов, про параметры, да, что произойдет, просто шаблон, который сгенерирует АТС для вашего телефона, будет использовать именно этот язык и часовую зону. Далее, каждый телефон использует свой NTP-сервер, да, это внешние IP-адреса, не свой, а точнее то, что ему передаст АТС, и каждый телефон будет обращаться к NTP-серверу, да, и применять часовую зону, которую вы укажете здесь. Я возвращу свой удаленный экран и добавим пару слов, в принципе, о чем мы говорили. Первое, хотелось бы, конечно, сказать по ключу, да, я зашел в свой Customer Portal, customer3sex.com, да, после того, как вы получите ключ, в принципе, ваш портал будет вот по данной ссылке. Здесь вы увидите ваши ключи, да, мой бесплатный ключ, который я получил, если я его открою, вы здесь увидите, что ключ, да, версию ключа, точнее, на которой используется, вот мы видим мой FKDN, так вы можете его отвязать, да, релиз, ваш ключ будет отвязан. Далее, в этом же портале вы можете пройти сертификацию, да, она бесплатная, пожалуйста, заходите в сертификацию и получается у нас три уровня, да, это Basic, Intermediate и Advanced, основная, подготовительная и расширенная. Если вы, чтобы получить, скажем, Intermediate курс, вы должны пройти Basic, чтобы получить Advanced, вы должны пройти два предыдущих, получается Basic и Intermediate. Сертификационный курс доступен на русском языке в том числе, Take a Test, вот когда вы берете Test, будет, кстати, применяться имя, да, которая в вашем профайле, это важно, нажимайте ОК, и вы сможете, в общем, ответить на 25 из 30 вопросов в течение часа, кстати, открыты OpenNotes, да, вы можете иметь сайт с презентациями рядом, или поиск 3Sex админ-гайде, да, чтобы ответить на все вопросы. В принципе, то, что мы делаем во время вебинара, я буду затрагивать, да, большинство вопросов, да, и все они будут доступны у вас, да. Так, а самое сертификации, да, как я сказал, бесплатно. Где информация по сертификации? А если вы зайдете на наш сайт, скажем, если он на русском, 3Sex.ru, он, в принципе, был здесь, да, вы можете зайти посмотреть, ну, зайдем в поддержку, Академия 3Sex, и здесь в Академии, вот мы видим три сертификационных курса, да, Basic, начать сейчас, вы можете, в общем, вот перейти по каждому и посмотреть на презентации, да, которые у вас доступны, они уже здесь, пожалуйста, все сертификации доступны вот здесь, презентации, вот, можете ознакомиться. Ну, и, конечно же, основные такие моменты по каждой презентации, просто, так сказать, да, можете отвечать. Я бы хотел бы еще с вами поделиться ссылочкой по полезным линкам, да, в связи я собрал много ссылок, вы можете по ним перейти и ознакомиться, да, некоторые ссылки может не работать, потому что собирались немножко раньше, да, много ссылок будет доступно. Кстати, были вопросы по, по веб-серверу, да, где находится сертификат, давайте я открою программ файл, они находятся в программ файл, именно сам Nginx, именно сам Nginx, его конфигурация, 3CX Phone System, далее заходите в директорию BIN, Nginx, Conf, директория, и Instance 1, кому нужен путь, пожалуйста, скидываю снова вам в чат, здесь, в принципе, вот он, сам Cert, сертификат ваш, CRT файл, да, вот он здесь, и ваш приватный ключ к вашему сертификату, также, в принципе, тот же самый сертификат, публичный, да, и внутренний ключ будет доступен в консоли управления, если вы зайдете в параметры, безопасность нужно будет зайти, Secure SIP, и в принципе, вот он ваш локальный сертификат, внешний сертификат, да, и ваш приватный ключ для вашего сертификата, если вам необходимо его изменить, скажем, у вас свой собственный FQDN, что вы делаете, вы открываете внутренность файла, не изменяете файл, оставляете файл, как есть, название, все, просто открываете внутренность, изменяете, в общем, составляющая файла, сохраняете и перезапускаете Nginx сервис, как это делается, Task Manager, заходите в ваши сервисы, Nginx, перезапускаете его. Другие файлы самой системы будут находиться у вас в локальном диске, Program Data, 3CX, Instance 1, в общем, все возможные логи, бакап файлы, временные Temp Folders, ваши промпты AVR, вот они здесь, все промпты, Sets, кстати, все файлы, которые вы также загружаете, будут находиться у вас здесь, плейлисты, если вы будете создавать в консоли, и все возможные файлы, будут находиться здесь.